Каждый день школьники из села Суинаджи Денисовка рискуют жизнью, отправляясь утром на учебу. В школу они вынуждены добираться пешком по оживленной трассе, где грузовые автомобили проносятся на строительство Таврической ТЭС. На этой трассе нет тротуаров и ограждений, освещения и оборудованных остановок. Невозможно нет ни тротуаров, ни ограждения, чтобы дети шли нормально. Дорога узкая. Мало того, что узкая, так она еще и вся в аварийном состоянии. Два больших груза на данном участке разойтись не могут. И даже уйти куда-то в сторону здесь невозможно. Пешком нам, конечно же, пройти нельзя, потому что все дороги разбиты, ни тротуаров, ни обочин, ничего нет. У меня третий ребенок учится во вторую смену. Это второй класс. Я просто реально не успеваю даже элементарно утром отвезти двоих, прийти, также взять и отвезти третьего ребенка, так как у меня еще на руках грудной ребенок. Вообще ни у кого совести нет там наверху, я смотрю. Дорогу раздолбали, дорогу раздолбали. Невозможно, не то, что ездить. Ходить уже скоро нельзя будет. Возле школы там тоже безобразие творится. Когда эту дорогу сделают? Какая-нибудь вообще сделают? Что-нибудь есть у нас на наеху? Школьный автобус детей Суинаджи не подвозит. Это объясняют тем, что школа находится в черте села. А по закону подвоз не осуществляется, если расстояние до школы меньше трех километров. Хотя несколько автобусов регулярно привозят в школу учеников из всех ближайших сел. До Нового года была договоренность с перевозчиком нашим общественного транспорта, который оказывал такое содействие, подвозил детей от Денисовки к школе. Сейчас этот вопрос опять стал проблемный. Перевозчик перестал подвозить. С чем это связана ситуация, мне непонятно. Из-за разбитых дорог в село отказывается приезжать такси. А в магазины не привозят хлеб. На ходовую только сделали. На день раз пять приходится ездить. Ну вообще ездить просто невозможно. Вечером еще куча машин, тест строят, бетономешалки, что только не ездить. По часам приходится на остановках стоять. Автобусы ездят, не успевают просто. Люди жалуются. Стоим холодно. Ну на учебу не успеваешь, потому что такие дороги, блин, автобусы опаздывают. Хлеб не привозят, потому что не хотят. Во-первых, такси не хотят, как узнают про наши дороги. Не хотят даже ехать сюда. Электроподстанции Симферопольское руководство, мы с ними общались еще год назад. Они гарантировали, что точную технику, точное оборудование повезут и тогда отремонтируют нашу дорогу. Подстанцию сдали, они развернулись, показали нам на свое место. И все, дорогу никто ничего не делает. О проблеме жителей Суинаджи знают и в администрации села, и в министерстве образования. Родители обращались и к руководству республики. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, они намерены обратиться в суд.